Как мужчине перестать быть фатрушкой? Смотрите, очень сильная мечта о счастливой жизни. Хочется много денег, хочется секса, хочется власти мужчине. И вот между желанием и возможностями 9 этажей. И он прыгает сразу на 9. Смотрит, не допрыгивает, думает, не повезло, наверное, в другом месте найду получше. И там прыгает, ищет себе работу. Ясно, что его никто не возьмет на ту работу, которую он хочет, потому что фатрушки никому не нужны на работе. На работе нужны серьезные сотрудники. Ну, он ходит, ходит, ходит и вообще не работает. Вот, благо, есть мама, которая, несмотря на то, что тебе уже почти 25 лет, вот, она продолжает тебя кормить. А если уж мама совсем слабая и сильно любит тебя, тогда можно еще у нее и денежку брать, и даже на свои компьютерные игры. А если она тебе не дает, ну, так как папы нет, то можно просто взять кредит в банке, и отдавать будет все равно мама. Потому что у меня же денег нет. Я такое видел даже, представляете, что вытворяют. Единственное, что маме надо сделать в этом случае, это просто подарить ему весь мир. С другой стороны двери. Вот мама так сделала. Она мне сказала, сынок, я не смогу тебе помогать в институте. Можешь поступить сам? Поступи. Можешь сам выучиться? Выучись. Она так мне сказала. Я сказал, мамочка, я все понял. И в институте я и дворником работал, и сторожем работал, и медсестрой работал. Понимаете? И я так благодарен за то, что мне дали такую возможность стать мужчиной. Потому что если мальчика баловать, типа, сыночек, все будет хорошо, не волнуйся, отдохни. Вот это вот бред полный. Мужчина, чтобы стал человеком, его надо гонять, как сидорову козу. Знаете, как сидорову козу гоняют? Я говорил про сидорову козу и про кузькину маму в Латвии. Одна женщина говорит, я в словаре не нашла, что такое кузькина мама. Вы мне объясните, пожалуйста. Кузькина мама – это то, что надо делать с молодым парнем. С кузькой. И тогда он станет человеком. Ну, конечно, это не по гуманной педагогике. Как один молодой человек со мной решил поездить, помогать мне в поездке, ну, ассистировать. Ну, я очень строго с ним себя вел, потому что он немножко неразбуженный. И он такой, потом, когда поездка закончилась, меня спрашивает, а как же гуманная педагогика? Для мужчины гуманная педагогика – это строгость. Если нет строгости с мужчиной, он ватрушкой будет всю жизнь. Да хоть до сорока лет. И будет, кстати, неженатым, потому что такой сто лет вообще никому не нужен. Даже на него женщины не посмотрят. Не то, что там… Им просто не нравятся такие мужчины. Они неприятны просто таким мужчинам. Что мужчине делать? А сегодня мы вот это как раз и делали. Мы взяли просто с утра, как только проснулись, сразу побежали. В снег, прямо в ветер, побежали и побежали. И 17 километров. За два часа пробежали и стали здоровыми. Тело легкое стало. Все. Вот то, что мужчина должен делать. Должен совершать аскезы. Побеждать судьбу силой внутренней. И причем я два с половиной года назад, когда начал бегать, это было летом 15-го года. Как сейчас вот помню, просто потому что жена сказала, мне надо двигаться, иначе у меня что-то киста в щитовидке начала расти. Говорит, я говорю, давай я тебе помогу, вместе побежим. Ну, я не думал, что так это важно человеку двигаться. Я начал бежать и 500 метров пробежал с ней. Я не мог быстрее ее бежать, хотя мужчина. Я пробежал 500 метров и задохнулся. И она тоже 500 метров задохнулась. И так потихоньку, помаленьку. Два с половиной года прошло, 17 километров вообще без проблем. Ничего не болит, все отлично. Это то, что мне, как бы я не молодой парень. Я, кстати, в молодости занимался спортом, когда я самбо занимался, я столько не бегал. И максимум, я помню, в своей жизни пробежал километра 12, наверное. Понимаете, это то, что мужчина должен делать. Он должен закаливаться, должен спать на твердом. Он должен учиться иногда поститься. Он должен сначала разбудить свое тело. То есть мужчина будет тело сначала свое. Женщина будет соотношение сначала. Как женщине разбудиться? Она должна сначала учиться, заботиться. Если нет людей, о кошечках заботись, там им пищу готовь, о птичках. Там что-то кому-то делай, доброе дело. Каждый день, если ты что-то не сделала в какой-то день, значит ты зря день провела. Корми птиц, птицы голодной зимой. Нуждайся, кто нуждается в помощи, помогай. Есть много людей, которые страдают. Мы их не видим, потому что не хотим видеть. Есть много нуждающихся людей. Это женщины должны заботиться о них. Их природа заботится. И они получают от этого огромное благо в жизни. Они получают такую силу, такое влияние в жизни, что все проблемы решаются у них в жизни. Просто благодаря заботе. Вплоть до того, я знаю уже много примеров, когда женщина бесплодная, вот все делает для того, чтобы родить ребенка, и здоровый образ жизни, и все, и все равно что-то не получается. Берет ребенка маленького себе, просто из детского дома, маленького, и у нее женские функции взлетают просто все, начинают работать. И она одного рожает, второго потом сама. Просто потому, что она совершила пожертвование такое. Взяла просто ребенка на воспитание, и все. Веды говорят, это и есть родной ребенок, твой родной, это не чужой. Потому что мать, это не то, что родила. Некоторые думают, родила, значит мать. Мать, это та, которая вырастила. Родила, это не то, что вы же, вы же его там не выращивали, вот Робит. Это Бог его там выращивает. Вы даже не поняли, когда зачатие произошло, то, что вы не выращивали. И даже рожать вы сами не можете, потому что вам, как Ушер говорит, слушай, не мешай, расслабься. И так далее, понимаете. То есть, Бог все это делает. А потом, говорит, я мать, я родила. Мать, это та, которая вырастила, а не которая родила. Родить ее хорошо, родила, молодец. Если тело здоровое у женщины, значит, она сможет нормально выносить, родить. Вот, но мать, это та, которая вырастила ребенка. И она еще за это благо огромное получает. Одной моей знакомой девушке поставили диагноз туберкулез придатков. И сказали, никогда у тебя не будет детей. Даже не надейся. Ей было 24 года. Она сразу же взяла ребенка на воспитание, мальчика. Через год она сбеременела еще одним мальчиком. А потом еще через год, еще девочка. И у них трое детей сейчас. Хотя, они думали, что никогда детей не будет. Просто решили взять сразу все. Такую аскезность. Мужчина начинает с тела, женщина с отношений. Мужчина должен начать что-то делать с телом. Иначе оно его приведет в полный маразм. То есть он должен там гири качать, гантели, закаливаться, двигаться. Реально, если говорить о здоровье, конечно, помогает только три вещи. Это длительное, спокойное движение непрерывное, длительное, неподвижное положение тела. Ну, разные положения. Можно просто вперед нагнуться и движать вот так вот 40 минут. Потом сесть на колени и назад нагнуться 40 минут. Это самое простое. Промежутки между этими упражнениями надо наклоны делать, чтобы снять напряжение. Или просто идти долго-долго, или бежать долго-долго. Вот это вот то, что дает человеку выздоровление, вылечивает все болезни. Плюс еще пост. Если три вещи делать, все болезни вылечиваются вообще. Что? А? Вот смотрите, я сажусь прямо, ноги вперед вытягиваю и начинаю наклоняться. В это время я читаю молитву, что время с реальной тратить. Ум сосредоточен на молитве, тело наклоняется. Как оно наклоняется? Чуть-чуть расслабило, наклонилось, расслабило, наклонилось. У меня очень сильная скованность теле. Я когда сажусь, я даже не могу сесть. Вот ноги вперед вытянул, я не могу даже сесть перпендикулярно. Меня вот так вот немножко назад. И постепенно я расслабляюсь, я молюсь в это время, думаю о Боге. Тело расслабляется, расслабляется. Расслабилось, нагнулся, расслабилось, нагнулся. расслабилась, нагнулся. Через 40 минут я достаю лбом колен. И потом руки еще вытягиваю, так беру за стопы и так вот еще какое-то положение в это время. Потом дальше я разгибаюсь, ложусь, отдыхаю чуть-чуть и потом встаю, делаю наклоны. Потом встаю на колени после этого и нагибаюсь назад потихоньку. Тело постепенно расслабляется, я как бы прогибаюсь чуть-чуть, прогибаюсь и в этом положении нахожусь еще 40 минут. Потом потихоньку-потихоньку сажусь на ягодицы, вот так вот, и наклоняюсь назад, вперед, потихонечку. Поняли, да, на ягодице, что значит сесть? Вот, когда человек на коленях стоит, он садится, это сесть на ягодицы. Вот, и потом нагибаюсь вперед, так отдыхаю чуть-чуть какое-то время, потом встаю, опять делаю наклон, все. На это уйдет час двадцать всего, ну, час, может, сорок, это максимум. Но если вы это сделаете, то у вас столько начнет болезней лечиться. Вот просто два таких упражнения. Или просто стоять неподвижно, самое простое, не двигаясь, стоять сорок минут. Да, человек не двигается, у него тело проходит через четыре этапа. Первый этап, оно все оттекает, отечное становится. Второй этап, или жар, или мурашки в теле появляются. Третий этап, оно немеет, как будто ты его не чувствуешь. И четвертый этап, легкость. На каждом из этих этапов человек пугается. Ему кажется, что сейчас он вообще умрет. Ну, то есть, когда каналы прочищаются, испуг сначала возникает. Надо, если испугались и боль началась, тогда надо закончить. И потом опять, если вы будете делать статические упражнения много, вы постепенно пройдете все эти четыре этапа, и даже не один раз. Вот, ну, чтобы стоять неподвижно и вот весь этот круг пройти, обычно человеку нужно 25 минут. А если под 45 минут, то два раза, два круга вы пройдете вот таких вот. И этого, в принципе, достаточно, чтобы быть здоровым. Поститься надо на воде до обеда, самое простое. Я каждый день ничего не ем до обеда. Когда солнце восходит, человек в это время сжигаются все токсины. На восходе солнца пост самый сильный. Если человек хочет глубже поститься, он может поститься сутки. Пост сутки уже реально продлевает жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!